У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если вы хотите посмотреть на мир их глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте, вы смотрите программу «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Михаил Воронин, совладелец агентства «Подъёжики». Здравствуйте. Михаил, сначала короткий традиционный блиц-опрос. Ваше самое ценное качество как руководителя? Развиваю людей. Есть ли спортивный болельщик? За кого болеете? Зенит. Есть любимая книга о бизнесе или книга, которую могли бы порекомендовать? На прошлой неделе прочитал Александра Астервальдера «Построение бизнес-моделей». У меня много книг любимых, но это прямо из последних взорвало меня. Просто удобно и все о бизнес-моделях и стратегиях. Очень крутая книга. Деньги любите? Да. Умете признавать ошибки и извиняться? Да. Работать, вести бизнес с друзьями можно или нельзя? Можно. Кем вы хотели стать в детстве? Предпринимателем. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Да, женщины лучше. Пишите вашу жизнь в пяти словах. Пять слов, которые характеризуют вашу жизнь. Интересно. Быстро. Хочу. Достигаю. Вместе. Теперь по существу. Агентство «Подъежики». Я уверена, что вы отвечали на этот вопрос миллион и один раз. Но я все-таки его задам, потому что потом мы будем говорить о стратегии бизнеса и о бренде. Поэтому почему «Подъежики»? Мы занимались изначально организацией розыгрышей. Подъеживали людей. Поэтому мы подъежики. Это когда тебе на день рождения... ОМОН. Устраивали, да, какой-то розыгрыш. Но такие мы не делали. Мы такие больше лайтовые, всякие поздравительные. То есть не в милицию. Ну, у нас были, когда там милиционер останавливал человека, который ехал на день рождения... Ну, в день рождения своего, там просили, так как заподозрили, что он выпил, просили пройти спецтесты, там, оббежать вокруг машины по нормативу, поездом проехать, там, мазки из шин брали. Ну, в общем, такие. Ну, так мы пытались всегда в лайт-варианте. У нас был один такой экстремальный. После этого мы решили, что только розыгрыши, в конце которых радость. Хэппи-энд. Улыбки, да. Так, у вас была основная услуга – это розыгрыши в честь дней рождения. А потом? А потом случайно, там, какие-то знакомые сказали у нас мероприятие, хочешь организовать? Ну, и мы как-то его организовали. Это был Новый год для корпоративной. И мы поняли, что денег больше, геморрой меньше. В общем, очень хорошая история. И вот после этого мы как-то сконцентрировались на организации уже корпоративных мероприятий. То есть я правильно понимаю, что сегодня агентство «Подъёжики» – это в большей степени ивент-агентство, которое работает именно с корпоративными клиентами? Абсолютно. То есть частных клиентов вы фактически не рассматриваете? Ну, там, там еще, может быть, года три назад, когда такого не было, сегментирования четкого на рынке, к нам кто-то приходил, но сейчас очень редко. Если только какие-то старые корпоративные клиенты, у которых частные мероприятия и какая-нибудь большая, не знаю, свадьба какая-нибудь. Мы недавно делали хорошую свадьбу. Ну, о услугах конкуренции чуть позже поговорим, но возвращаясь к началу истории. В 2002 год, Петербург, вы открыли свою компанию, приняли решение быть владельцем компании. Как я вначале уже сказала, мы с вами примерно одного возраста, и, в общем, в нашем с вами детстве предпринимательство не было так развито, как сейчас. Как вы вообще решились на собственный бизнес? Почему не было мысли, ну, может, она и была, устроиться куда-то на высокооплачиваемую работу, в какую-то известную компанию, как сейчас очень престижно? Я на практике попал в банк, в отдел кражевания. Знаете, что такое кражевание? Ну, вот галочки стоят. Я до сих пор не до конца понимаю, чем занимались те милые женщины, они и правда милые. Мы сидели на антресоле, значит, это так называлось верхний этаж чердачный, и они реально сидели целыми днями, стояли вот эти галки какие-то. Мне не далась, к сожалению, эта наука. Ну, и как-то я понял, что это вообще не моё. Ну, и сейчас у меня даже не было такого выбора. Я не могу сказать, что я вот там долго думал, я хочу строить где-то карьеру, или я хочу свою. Я сразу хотел что-то своё, я хотел что-то создавать. То есть вы это понимали, вы хотите своё? Наверное, не понимал, но хотел. А когда вы осознали, что это уже бизнес, когда уже появилась какая-то бизнес-модель, цели, задачи, и каковы они были, и насколько вы уже к ним приблизились? Или уже сейчас новый этап, новые цели, задачи? Через 7 лет я понял, как из этого зарабатывать деньги. Примерно. После начала я для себя просто понял, что это вот 7 лет было моего высшего образования в бизнесе, как он вообще устроен, что нужно делать, что делать не нужно. С точки зрения целей, ну, вот сейчас мы закончили нашу пятилетнюю стратегию, которую мы 5 лет назад разработали. Так, 2002 год вы открыли, 7 лет было для того, чтобы это было 2009. Да, а ты и стратегию вы начали писать как раз в 2009 году. Да, да, да. Во многих целях мы его достигли. Сейчас мы разрабатываем стратегию 2020. А вот в нашей стране. Да, мы же идем по стопам. Для нас это новый уровень. Сейчас у нас там 70 человек. Мы, в общем, умеем управлять небольшой компанией. Сейчас люди прибавляются, проекты прибавляются. И как это вывести на системный уровень, потому что до этого мы как бы управлялись там. Вперед, за партию. Флаг кто-то берет в руки, кто-то бежит. Давай, ты со мной, ты со мной. Ну, и такая более семейная, хаотичная компания. Сейчас мы пытаемся из этого сделать более такой системный, структурный бизнес. Есть свои сложности в этом. Ну, кадровые, наверное. Людские. Да, в принципе, просто то, что раньше работало, сейчас уже на большое количество людей не работает. Раньше можно было со всеми поговорить. Сейчас уже там со всеми не поговоришь, устанешь разговаривать. Да, 70 человек с каждым день закончится очень быстро. Поэтому, ну, а в первую очередь, вопрос даже инструментов, вопрос котелка, потому что, ну, он привык так. И чтобы сейчас как бы посмотреть на это по-другому, тут нужно себе мозг расширить. Ну, вот расширяем там с переменным успехом. Что-то получается, что-то нет. Но мы оптимисты. А цели 2020 уже сформулированы? Нет. Мы сейчас находимся в процессе. У нас вот позавчера была страцессия, где мы как раз, ну, примерно видение, мы утвердили видение, как мы себя видим в 2020 году, кто мы, что мы, чем мы занимаемся, какие у нас есть там практики, ну и так далее. Ну, конкретно мы пока это не оцифровали и в цели как-то не перевели. Вот сейчас этим занимаемся прямо. А тогда давайте сначала про достижения. Чем вы уже гордитесь? Ну, по мнению моей мамы, мы номер один. Ивент агентства на HR рынке. То есть рынок сейчас немножко так сегментируется. Как раз к этому был вопрос. Наша ниша на сегодняшний момент – это мероприятия для сотрудников. Новые годы, летние мероприятия, конференции, семинары, форумы. Все, что связано с сотрудниками, так называемые HR-эвентсы. К сожалению, нет каких-то адекватных нормальных рейтингов до сих пор на рынке. Но то, что мы с коллегами общаемся, мы номер один по количеству клиентов, по количеству проектов, по количеству сотрудников. Ну, в общем, денег, которые мы зарабатываем. Это был мой следующий вопрос. А можете каким-то образом оцифровать текущее положение бизнеса? Ну, может быть, не абсолютная цифра? Ну, к примеру, там, доль такая-то, оборот такой-то. Мы в прошлом году сделали 147 мероприятий. Мы работаем с крупными корпоративными клиентами. Оборот для нашей ниши большой. Доля рынка? Не знаю, честно. Думаю, что небольшой, потому что миллион этих ивент-агентств, и у каждого одно мероприятие кто-то делает в год, и они тоже кусочек какой-то свой имеют. Когда вы говорите «миллион ивент-агентств», это порядка сколько на Россию? Или вы смотрите не так глобально, вы смотрите локальный московский рынок? Как у вас тут глобализация? Нет чётких цифр, но по нашим оценкам в Москве, я думаю, больше тысячи агентств точно совершенно. Я думаю, что полторы-две. По России, наверное, три тысячи агентств. Ну, что-то такое, Москва-4, не знаю. А для вас вы рассматриваете рынок целиком как российский, или в большей степени вы смотрите Москва-Питер? Мы сами из Питера, и всё это начинали в Питере. И в 2009 году мы офис в Питере закрыли, потому что за бесперспективностью для нас. У нас, там, один из наших принципов честности, мы, например, не платим отказы. То есть мы вообще не работаем по таким схемам. И в Питере, например... Честно не работаете. Честно не работаем. И, ну, честно, да. И в Питере есть хороший кусок государственных проектов. Мы с государством тоже не очень как-то находим общий язык по разным. Ну, и по первой же причине. По разным причинам. И поэтому для нас там рынок очень сжат. Когда мы открыли офис в Москве и поняли, что мы там в единство времени зарабатываем в Москве в 10 раз больше, чем в Питере, мы сконцентрировались на Москве. Поэтому сейчас моя личная оценка, как бы это грубо ни звучало, то зачатки ивент-бизнеса есть только в Москве. Всё остальное это так пока... Ну, то есть если клиент международной компании, и, к примеру, им необходим ивент в Нижнем Новгороде, то вы его возьмёте. Да, ради бога. А клиентов из Нижнего Новгорода вы не привлекаете. Да. Ну, и не только из Нижнего Новгорода. Ну, я, к примеру, привела любую идею. Мы в Вене сделаем, в Париже. Ну, то есть это по всему миру. То есть вам всё равно. Нам, ну, наши клиенты, они чаще всего, они в Москве сидят. Ну, их штаб, как бы штаб-квартира, там, голова, она в Москве, и дальше уже она распределяет кого-то что-нибудь. Вы уже сказали, что клиенты, прежде всего, корпоративные, и в основном это крупные компании, российские, международные. У нас с вами клиентский бизнес. Мы понимаем, что клиенты самое главное, и с ними сложно выстраивать взаимоотношения, чтобы они были эффективными. Что главные компетенции агентств подъёжики, что позволяет привлекать и удерживать таких клиентов, ну, например, там, как Байер? Стрессоустойчивость. Ну, на самом деле, мы считаем, что наша ключевая компетенция – это как раз-таки выстраивание отношений. У нас вообще весь бизнес строится на отношениях. Причём мы считаем, что отношения – это не что-то такое, что даётся свыше, то вот кто-то подружился, а кто-то нет. А это чёткая механика, это чёткое последовательное действие, которое вас либо приводит к отношениям, либо нет. Либо вы ей следуете, и это приводит вас к нужному результату, либо нет. И мы сейчас как раз… У нас даже есть семинар там на эту тему. И мы культивируем эту идею и концепцию внутри нашего компании. В общем, она работает не только в ивентах, это любые… на самом деле, она касается любых отношений. То есть мы… Ну, любых клиентских взаимоотношений. Клиентских с вашим, не знаю… Молодым человеком. Молодым человеком. Мамой, папой, неважно. Любых взаимоотношений. Тогда вопрос о конкуренции. Как вы её ощущаете, не ощущаете, кого считаете конкурентами? Ощущаем, рынок очень высококонкурентный, и сейчас появляется… Тысяча агентств. Да. Ну, тысяча агентств, реально таких игроков, если брать на наши ниши, таких, с кем мы более-менее часто встречаем в стендере… Это много. Это реально много, потому что давайте так объективно. Вот, к примеру, список Forbes включает… Ну, если мы не смотрим людей, мы смотрим там компании, к примеру, там сотня. И сотня частных компаний, которые не торгуются на рынке, вот закрытых компаний, не публичных. Это вот 200. Вот на 200 клиентов российских получается тысяча агентств. Ну, примерно так и есть. Там 300, может быть, их клиентов, которые нас интересуют, потому что у нас есть свои ограничения, с кем мы работаем. Это высоко конкурентный рынок. Да, да. Кого считаете конкурентами, и как вы выигрываете в конкурентной борьбе? Нам повезло, и вент вообще отрасли, в том, что международные как раз большие игроки, они пока либо не вышли к нам, а рекламные агентства, которые могли бы этим заниматься, у них эта история не очень активно развита. Поэтому игроки в основном российские. Основные конкуренты в нашей нише российской компании «Вентом Према». Отличные ребята. У них немного другой подход к бизнесу, что для них является ключевым видом деятельности, как мы это называем. Но они у нас часто выигрывают, мы у них что-то выигрываем. Ну, в общем, общаемся, встречаемся, делимся результатами. А конкуренция в этом секторе, она во многом по цене, или она, критерий не ценовой, имеет весомое значение? Понятно, что цена всегда имеет значение. Но вот, не мне вам рассказывать, бывает ситуация, что клиент, не понимая там качество, возьмет дешевле. Вот в ваших услугах как? Большое имеет значение, не ценовая. То есть 70%? Ну да, я думаю, где-то так. Но у нас, видите, сейчас просто последние два года еще появились такие ребята, как отдел закупок. Есть наши клиенты, там, не знаю, это HR-директор или что-то там, ивент-менеджер там в HR-отделе. Ему, конечно, главное там, не знаю, креатив, ему важно, чтобы понравилось боссам, ему важно, чтобы люди сказали, вау, это было круто. Но тут появляются закупки, которые говорят, что, ребят, нам это все понятно, а что с ценой? Поэтому тут они с разных сторон сейчас бьют. Поэтому все важно, и цена в том числе. То есть цена первое место 70% и 30% это уже креатив? Ну нет, я думаю, что цена меньше, цена, я думаю, что... Ну, видите, мы работаем на... мы делаем такие больше специализируемости на больших мероприятиях, сложных, где очень важна там команда, репутация твоя, там, ну, и люди рискуют и своим местом, и рабочим. В корпоративном рынке всегда так. Поэтому цена для них важна, ну, там, не знаю, может, 30-40%. Опять-таки есть, понимаете, люди, которые говорят, так, для нас цена, для нас логистика, там, кто-то говорит, нам идея, креатив, ну, мы называем это боль клиенты. Наша задача понять, что клиент хочет, и дать ему ту таблетку, которая его удовлетворит. Если поговорить, ну, о некой характеристике компании с точки зрения свод-анализа. Плюсы, минусы, риски, возможности. Как бы вы охарактеризовали свое агентство? Сильные и слабые стороны, давайте. Ну, сильные у нас хорошая история и хорошая репутация. У нас есть бренд, который притягивает к себе как клиентов, так и сотрудников. У нас громадный опыт и хорошее портфолио. Мы, в общем, делали уже все, что можно было сделать, вот, ну, как минимум в нашей нише. Мы это точно делали. Мы в этом году отметили тысячные мероприятия, которые мы реализовали за, вот, сколько нам получилось, 11 лет. У нас крутая команда, и это правда. Профессиональная. Она классная. Профессиональная лишь ее часть. При этом это еще и люди, с которыми вам приятно и комфортно общаться. Это люди, которые хотят развиваться. Это люди, которые с горящими глазами. Ну, это люди. Как вы выбираете людей? Отвлекусь на секунду. Как выбираете людей? Тяжело. Ну, я по-другому сформулирую. Что для вас ключевой критерий, может быть, 1, 2, 3, при выборе человека в команду? На что смотрите? На опыт работы привлекаете ли сотрудников из других ивент-агентств? Там, специальное образование обязательно. То есть, вот что? Ну, раньше, там, еще где-то год назад, самое главное слово было химия. Мы приходим... Ой, это в спорте очень много. Мы общаемся, и, ну, безусловно, опыт важен. Безусловно, важны там какие-то свои прошлые заслуги, твои прошлые достижения, результат. Но глобально вот мы общаемся, и либо... Что-то торкое, да, либо нет, либо нет. Что-то в этом есть. Вот. Сейчас мы пытаемся это все систематизировать, потому что, ну, там, мы 7 лет ошибались в найме людей, ну, условно. Потом нашли примерно вот как-то эту химию, как ее прочувствовать, и что влияет, что... На что нужно обращать внимание, на что не нужно обращать внимание. Меня сейчас спросите, а на что нужно? Я вам не скажу. Мы сейчас пытаемся это из мозгов тех людей, которые эта компетенция есть, как-то пытаться это в какую-то систему, там, рекрутинга, как-то понять, какие вопросы задавать, и какие ответы ждать, а какие хорошие, какие плохие. Ну, короче, это сумасшествие. Проводя ивенты крупным компаниям и работая на рынке HR, вы не думали отдать HR на аутсорсинг? Нет. У нас 3 HR работают, например, на 70 человек, то есть не во всех корпорациях там в тысячи человек столько есть. Мы это много времени уделяем, при этом у нас огромная текучка, ну, сейчас, последние 2 года, потому что мы как раз перестраиваемся. Кто-то думает, что ивенты это, а, праздники, клоуны, классные, а сейчас веселиться, тусоваться. Ну, плюс мы еще просто славимся нашей корпоративной культурой, как нашими взаимоотношениями, нашими мероприятиями, и все смотрят. И в этом офис красивый. Офис у нас симпатичный, да, и все думают, а, класс, сейчас придумаем тусоваться. Ну, и после нескольких бессонных ночей, при подготовке тендера, когда тебе еще звонит клиент и говорит, слушай, концепция изменилась немножко в целом, ты еще на пару ночей зависел. И они приходят, говорят, а где праздник? Где клоуны? Вот. Ну, это, конечно, адский труд, реально. Я не знаю, как, конечно, повезло, что меня сюда угораздило, но это такая очень стрессовая работа. О других стрессах и возможностях вашей работы после перерыва. Вы смотрите «Бизнес по существу». Мой собеседник сегодня Михаил Воронин, совладелец агентства подъезжки. Сильные стороны разобрали, а слабые? Сейчас самая слабая сторона, то, что мы не знаем, как... Ну, то есть для нас это новый путь, новый уровень для компании. То есть мы хотим завоевать мир, естественно. Это очень неестественно. Ну, для нас, естественно. В нашей среде это правда естественно. Ну, у нас просто, извините, была развилка такая, когда мы сейчас можем, мы, в общем, зарабатываем приличные деньги, нам там на жизнь точно хватит, на пару. И мы можем остаться вот сейчас в этом состоянии, и нам для этого даже 40 людей достаточно. Или мы хотим идти дальше. Ну, для нас как-то такая она была развилка, но мы сразу для себя решили, что мы хотим идти дальше, потому что, ну, как-то скучно, неинтересно, амбиции еще такое есть слово дурацкое. А, кстати, вы же совладелец, а кто у вас второй владелец в бизнесе? У нас сейчас четверо партнеров. Партнеры мои любимые. Я 7 лет говорил, что никогда ни в коем случае никаких партнеров не берите. Я 7-й год сразу взял двух, привлек, вовлек, и вообще нисколько не жалею, потому что та синергия, которая у нас получилась, мы совершенно разные, мы постоянно ругаемся, но в нашей синергии создаются очень правильные такие эффективные решения. И сейчас у нас еще четвертый партнер появился, который мы просто постепенно хотим выходить из оперативного управления, и он стал генеральным директором, тот, кто будет отвечать за оперативное управление компанией. Слабые стороны закончились? Людей плохо ищем. Текучка у нас большая, тоже надо их не умеем удерживать. Ну, это все связано с ростом. То есть мы сейчас растем, и пока не созданы эти... Мы иногда даже не знаем, что нужно создавать, чтобы... А сотрудников, кстати, берете... Со стороны. Я имею в виду с опытом работы в других агентствах. Да. Возможности и риски. Ну, слушайте, возможности, мне кажется... Рынок большой. Да, рынок большой, возможности, на мой взгляд, безграничные на сегодняшний момент. Давайте так. Оборот компании, ну так, условно, 100 рублей. Угу. Вот насколько вы думаете, он вырастет с 2015-го до 2020-го? Ну, мы хотим, чтобы он вырос в 6 раз. Это возможно? Ну, это гигантский рост. Ну, за эти 5 лет мы выросли в 6 раз. Не, мы выросли больше, но... У вас потенциал у рынка такой огромный? Или вы будете чью-то долю... Да. Это больше, мне кажется, правильная концепция. Потому что сейчас, ну, есть много сегментов, есть... Вот мы занимаемся сейчас в основном учаром мероприятий, есть огромные сегменты ивент-маркетинговые мероприятия. Это всякие клиентские фестивали, консюмерские какие-то, лаунчи, презентации там и так далее. Там есть крупные, серьезные игроки, но мы не видим, почему мы не можем туда прийти. Есть большая ниша спортивных мероприятий. Мы выиграли сейчас тендер на... Ну, Россия, я имею в виду, чемпионат мира по футболу, Кубок Конфедерации. Ну, в общем, много-много-много сейчас происходит разных мероприятий. И рынок большой. Я не знаю, что сейчас будет в связи с последними событиями, чем это сулит рынку. Не думаю, что ничем хорошему. Ну, если там вот к началу года, да, мы увидим большой потенциал рынка, и мы видим просто, что те компетенции, которые есть у свежих агентств, мы так называем себя, ну, с неким таким, знаете, свежим подходом, с клиентоориентированным, с гибким, с креативным, у них есть большой потенциал для того, чтобы вытеснить совок. Перед программой вы с вами говорили, думаете ли вы о возможности, могут ли на рынке еще появляться новые агентства, которые могут стать успешными? Вот вы говорили, что вы можете вырасти в шесть раз, и, в принципе, возможности рынка еще для роста есть. Вот могут появиться новые агентства, которые составят вам конкуренцию, по вашему мнению. Да. Ну, на мой взгляд, сейчас порог на вход минимальный. Ну, по сути, мозг и все. Можно из дома заниматься продажами. Какой капитал офис, работа с сотрудниками? Участие в тендерах требует определенной документации? Для того, чтобы начать, ну, это какой-то минимальный капитал, не знаю, 100 тысяч рублей. Ну, 500 тысяч рублей, это вы вообще уже можете сразу в топ-10 компании. Ну, я шучу, ну, правда, порога на вход практически нет. Если ваш мозг, вы из дома можете начинать звонить клиенту, что основной инструмент продаж, например, в нашем бизнесе – это телефон. Понятно, что нам все равно нужен бренд, понятно, нужна какая-то репутация, что тебя на встречу как-то все равно пригласили. Но мы, когда в Москву уходили, нас никто не знал, у нас странное название. Мы же как-то пробились. А как пробились? Звонили упорно. Напрашивались на встречу, приходили, придумывали, продавали, проигрывали, 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 потом поигрывали, потом проигрывали, проигрывали, выигрывали. Ну, и так постепенно. Количество перешло в качество. Абсолютно. Поэтому нет порога. И они появляются сейчас. Ну, я говорю, от нас ребята уходят, делают свои агентства. Кто-то лучше, кто-то хуже. Не боитесь этого, не опасаетесь? Ну, хороший вопрос. У нас есть, опять-таки, у нас достаточно такая, как-то сказать, не строгая, а есть у нас, в общем, сформулированная корпоративная культура, и для нас корпоративная культура – это те правила, по которым мы живем. Правила, о них нужно договариваться. Я не верю в понятие слова честность, порядочность. Это все такие очень абстрактные для меня слова. Есть слово договоренности. Потому что, честно, для вас это одно, для меня это другое. На одну и ту же ситуацию мы можем свои версии. И мы в компании стараемся о многом договориться с ребятами. Например, мы говорим им, что если ты пришел из другого агентства, мы тебе запрещаем работать с клиентами, с которыми ты там работал. Потому что мы считаем, что это клиенты этого ивент-агентства. С другой стороны, мы тебя просим, если ты уйдешь от нас, не работай с нашими клиентами. Ну, и у нас есть еще ряд таких правил. Но вы проконтролировать можете только тот факт и то условно, когда он приходит и не работает с клиентами прошлого агентства. А как вы будете контролировать тот факт, что он не работает с клиентами вашего агентства? Я не собираюсь на него в суд подавать, бегать за ним, морду ему бить. Это просто станет ценой его совести. Если он нарушит свое слово, значит, ну, окей. Это его выбор. Но вы это проговариваете вначале. И у нас есть, ну, не знаю, из наших ребят, я знаю, 10 агентств точно вышло. Из них 8-9 агентств соблюдают эти договоренности. Одно вот агентство, недавно у нас просто был случай такой, они не соблюдают, ну, они решили как бы на это наплевать. Ну, окей, это их выбор. Жизнь одна, карма маленькая. А какие есть еще корпоративные правила, которые строго соблюдаются? Не опаздывать. Нет, это я вообще ужасный опоздун. Ну, там вот из этой же серии у нас, например, есть... Мы просим ребят, если вы решили уйти из компании, чтобы об этом узнал первый твой руководитель, а не так, что ты нашел все место новой работы и потом пришел к руководителю. Точно так же, как мы обещаем, что если мы хотим тебя уволить, ты первый об этом узнаешь, а не так, что мы найдем на твое место человека и потом тебе об этом сообщим. Ну, а так у нас есть там три основных наших принципа. Первый звучит как мы одно большое яйцо. Был смысл в том, что... Ну, там у нее есть глубокая история, сейчас не буду в подробности вдаваться. Но глобально это оба ответственности на 100% за результат. Мы считаем, что пропасть на 99% перепрыгнуть нельзя. И каждый у нас человек, хотя у нее и разделены функции, вы делаете, там, не знаю, продажи, вы сценарист, вы project, но мы все отвечаем 100% за общий результат. Второй принцип называется не курьер. Курьеры переносят что-то куда-то из точки А в точку Б, им все равно, что это, зачем они это переносят. Мы просим, ну, это больше об осознанности, мы просим ребят четко понимать, когда ты делаешь какую-то задачу, понимать, зачем ты делаешь. Частью какого общего или большего результата она является. И третье – это держи шар под водой. Это о том, что если тебе что-то не нравится, ты чем-то недоволен, что-то несправедливо, кто-то тебя обидел, приди к автору проблемы и скажи ему об этом, не копи это в себе, потому что шар, если под водой держать, то в какой-то момент все равно вы устанете. Сила воды окажется больше. Вытолкнется, или как это сказать, и, в общем, ударит вас по лицу. Ну, и чаще все так и бывает, когда конфликты, они вот так вот. А ты еще! И это в самый неподходящий момент. И мы пытаемся их культивировать и как-то их интегрировать в компанию. Я не могу сказать, что ими всегда все пользуются на 100%. Но то, что это работает… Как они у вас появлялись? Или появились сразу? Или это был… Эволюционный просто процесс. И названия эти как-то они сами там появлялись. И как-то мы поняли, что они для нас самые важные. И нам 12 лет, мы уже старые. Столько всего было, столько еще. Как и водителю немолодой компании, которой больше 10 лет, вопрос. Что было самым сложным на этапе построения бизнеса и что самое сложное сегодня? Ну, сегодня с развитием, вот с тем, условно говоря, болезненным ростом все понятно. А что еще? И что было самым сложным? Для меня было, конечно, самое такое… Навыки управления и компетенция вообще управления людьми. Потому что все, что я думал, как нужно управлять, это так оказалось… Ну, это у меня уже обычно так в жизни, так и неправильно. Я приходил, значит, ты это, ты это… В общем, хреново я был руководитель. И я как-то пришел в офис… Семь лет? Нет, ну, слава богу, это было… Покороче? Покороче был период, да. И как-то я пришел в офис, где-то было полтора года. И я понял, что меня просто люди ненавидят. Они работают, но они меня ненавидят. И я прямо так вот задумался, помню, пришел к брату, говорю, слушай, а мы просто… Он мне дал как раз первое место офиса нашего у него было там, в его офисе. Я говорю, ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что меня недолюбливают немножко. В коллективе. Да. А он говорит, слушай, ты знаешь, ты говнюк. Так и сказал? Да. Он сказал, ты мудак. Ну, он у меня такой не очень разговорчивый. Но я как-то все понял, осознал всю глубину этого… Изречения. Да. И, ну, я помню, что я большую работу над собой проводил, чтобы по-другому как-то на это посмотреть и по-другому начать выстраивать коммуникацию с людьми и вообще управлять людьми по-другому. То есть у вас была такая изнутри собственная мотивация поменяться? Да. И что самое интересное сейчас, ну, я знаю просто там… В общем, через год после того, как я это начал делать, ко мне пришел первый человек и сказал, блин, Миша, мне так повезло, что я работаю с тобой. А для меня… А я вот тогда-то, я это очень хотел, мне никто этого не дал, меня только все ненавидели. А вот когда я к этому начал относиться, ну, намного проще как-то и свободней, это появилось, и для меня это такой, конечно, был классный толчок. Я понял, что вот это направлено, мы как-то пути. И, в общем, ну, после этого мы так очень много уделяем внимания отношению у нас ребят друг с другом, отношению там с руководителями, как мы строим там нашу корпоративную культуру и как мы общаемся, уважение взаимное, доверие. Ну, в общем, много у нас после этого поменялось. Если, конечно, сравнивать вот то, что было и то, что сейчас, ну, это просто там небо и земля. И те ребята, которые меня не знали тогда, ну, они просто в это поверить не могут. Я сам-то уже как-то так, ну, с юмором на это смотрю. Ну, тогда было, ну, я не нашу так. Основатели международных брендов, рассказывая историю из бизнеса, всегда вспоминают на пару-тройку событий. Кризис или, наоборот, какую-то важную сделку, которая сподвигла компанию к дальнейшему развитию или саморазвитию, новому взгляду на бизнес. Вот можете о чем-то подобном рассказать? В 2006, мне кажется, году мы сделали ряд очень успешных проектов и заработали кучу денег. Денежной мотивации тогда вообще у меня, в принципе, не было. И сразу, ну, деньги для меня являлись неким средством для развития бизнеса дальше. Мы придумали кучу разных проектов, куда, в общем, за шесть месяцев слили эти деньги. Нас тогда было, наняли кучу народу. У нас было 25 человек тогда. Я бы сейчас в Питере 25 человек никогда бы не согласовал, ну, потому что это, ну, как бы такая очень афера. 25 человек, куча всяких каких-то ЦРМ-ы купили. Ну, в общем, ну и когда в ноябре, вот через пять где-то месяцев мне нечем было платить людям зарплату, вот это, я помню, прямо был такой для меня трагичный момент. Потому что как вам сказать, что я сейчас тебе не могу заплатить, а я так не могу сказать, я залез в долги, в кредиты, ну, и, в общем, неприятное было время. Пришлось уволить. Из 25 нас осталось, мне кажется, шестеро. Ну, то есть это такая прям была, удар по мне. Но, с другой стороны, это был тот момент, когда, наконец-то, я для себя осознал, что бизнес – это, от слова, зарабатывать. Ну, это основа, это не самоцель, но это вот. И тогда я понял, что надо как-то заняться финансовым планированием, бюджетированием. Я просто это не очень люблю. Но у меня сейчас есть партнер, который – это богиня бюджета. А вот вы говорите о том, что было когда-то момент взлета, много чего было там хорошо, были моменты какого-то спада. Вот сейчас что может помешать тем амбициозным планам, которые у вас есть на покорении мира? Ну, такая вот неоднозначная ситуация. В принципе, сейчас вот как-то в мире происходит. Как говорит моя коллега, геополитическая ситуация нестабильна. Да, она нас волнует реально. Она всех волнует. Что касается всех остальных рисков, они, безусловно, есть. Не знаю, конкуренты будут слишком умные. Не, ну, здравый человек, конкуренты не могут вдруг слишком умными. Вот что касается ивента умрет, наверное, вот к этому отчасти был мой вопрос. Как вы видите, там, словно говоря, будущий год с точки зрения бюджетов. Насколько крупные компании готовы тратиться на ивенты и, кроме того, на ивенты, касающиеся сотрудников? Потому что, ну, от ивентов сотрудников всегда можно отказаться? Можно и отказываются, но наша версия, что тренд останется онлайн. То есть все, что можно будет перевести в онлайн, это все переведут в онлайн, в том числе и в работе с сотрудниками. Диджитал там, все будет в онлайн. Но людям все равно надо общаться, людям все равно нужно где-то встречаться, людям нужны эмоции. И наша версия, что вот середина какая-то может умереть, ну, вот в этом во всем там виде, в разных инструментах, ну, не знаю, какие-то нематериальные виды мотивации, которые либо можно перевести в онлайн, либо они перейдут в оффлайн. И ивент является самым мощным инструментом работы с эмоциями человека в оффлайне. Да, я с вами согласна, но не обязательно же обеспечивать эту работу сотрудникам. Это я еще к чему? Им нужен, ну, еще тренд в создании сообщества. И я больше просто не знаю инструментов, которые могут позволить создавать сообщество. Ивент – это отличная площадка для создания этих линков между людьми, взаимосвязей. Коротко, тогда про другие сегменты, в которых вы думаете работать. Как вы оцениваете перспективы спортивного маркетинга в России? Очень хорошо. Ну, очень хорошо – это не совсем ответ. Ну, тренд сейчас очень хороший, потому что сейчас… А в чем выражается тренд? Что мы строим стадионы? Тренд выражается в том, что сейчас на рынке появилось очень много образованных, профессиональных людей после Сочей. Их говорят не очень много. Не знаю, у нас прямо сейчас очень пошел большой поток людей, которые к нам приходят. Но вы говорите все равно о сотрудниках, которые отработали на Олимпиаде. Которые сейчас имеют очень серьезную, на мой взгляд, компетенцию. И они либо пойдут… Ну, во-первых, у нас сейчас еще чемпионат мира, у нас Кубок конфедераций, у нас что-то еще какое-то третье было событие. Универсиада в Красноярске. То есть устраивать спортивные ивенты мы научились. Это вы к этому? Мы научились. И самое главное, у нас есть люди, которые их мало делают. Слушайте, много говорили про Сочи. Мы вообще там никак не участвовали. На мой взгляд, реально очень классная Олимпиада. И я был там в конце, и на закрытии. Ну, блин, это прям уровень, на мой взгляд. Тот, кто это делал, просто большой респект. Я с большим удовольствием там находился. Там реально была классная атмосфера. Там были… Ну, как с этих волонтеров всех заставили улыбаться в течение месяца. На Олимпиаде, на Паралимпиаде. Сколько их там было человек? Ну, там 40 тысяч, что ли, человек. А это патриотизм? Ну, я не знаю, что. Мне кажется, не везде так происходит. У меня только большое уважение к этому. Я просто думаю, что эти люди, которые вышли, кто-то, безусловно, пойдет дальше в найм. Но кто-то из них будет создавать какие-то специализированные агентства. И через это просто будет развиваться спортмаркет. Эти люди пойдут дальше в государство выигрывать какие-то другие международные соревнования, тендеры, которые будут проводиться в России. Ну, опять-таки, если с геополитическими рисками, будет все нормально. Я думаю, что развитие есть. Ну, и плюс, слушайте, посмотрите, сколько людей сейчас бегает. Ну, спорт – это тренд сейчас, мне кажется, прям такой явный. Все сейчас марафонцы, айронмэмы, триатлеты там и так далее. Последний вопрос к вам. Интервью у кого из бизнесменов, из коллег вы бы с удовольствием посмотрели? Эрнста. Потому что мне кажется, он такой закрытый мужчина. Если такое будет душевное, откровенное, искреннее интервью, я бы с удовольствием. Мне кажется, это просто гениальный мужчина. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли. Спасибо. Надеюсь, что все ваши амбициозные планы обязательно реализуются. Спасибо большое. Мы тоже на это надеемся. Гостем программы был Михаил Воронин, совладелец агентства «Подъёжики». Пересмотреть и перечитать интервью можно также на сайте телеканала. Удачи вам и до встречи.